вот в этой гостинице живу в баку из плюсов очень близко к аэропорту и почему-то здесь астраханский сделают центр гостиница называется волга но при этом на ресепшене с девушкой но есть только на английском на моем там трехпалечном английском поговорить вроде 8 договорились то есть такой немножечко разрыв шаблона что гостиница волга а по-русски не говорят кстати здесь в боку очень распространены вот такие вот вещи это шипы то есть если едете в одну сторону то срабатывают шипы и остались без колеса если наезжаете сюда то они просто складываются причем по разным секциям вот где-то где-то тут уже заблокировали железка или просто сама сама по себе сломалась но еще плюс ты гостиницы в том что вот здесь строятся небоскребу то есть такая улица небоскребная ветер фигачит когда выходил из машины прямо это было трудно открыть дверь то есть ветер настолько сильный что я там с большим усилием открыл дверь в автомобиле выпался из него когда сидел на ресепшене то у них там это вращающаяся дверь а вот фотонастройку все серьезно с этими с крутилками вертелками чтоб никто случайно там не нарушил правила безопасности так вот крутилка которая ну как не знаю как называется но дверь крутящаяся вот и а прям ветром это сильно колыхало так назовем это хочу ведь ветер очень сильный вот тут турецкий флаг как фен констракшн видимо турки стоят небоскреб в баку вот очень очень сильная привязанность именно к туркам турция рядом задают хороший ориентир ну и по-моему даже если я не ошибаюсь президенты плюс-минус даже внешне похоже короче азербайджан ориентируется максимально на турцию с турецкая еда турецкие вот эти парни небоскребы строят куча флагов рядышком азербайджан и турция такой короче ориентир вот интересно забор по правую сту по правую руку его вокруг небоскребов обнесли в смысле возвели или здесь раньше что-то было снесли это под ноль и начали строить небоскребы а тут самое что интересно тут частный сектор настолько патриотично что он там флаг азербайджана кого-то развивается но уже старенький потому что запылился здесь патриотизм видимо на уровне мне говорили в турции раз не был не говорит что в турции там чуть ли не каждом доме портрет президента флаг и сид с максимально патриотичные люди но дома при этом то есть район то явно не из дешевых но фасадная часть домов сильно уступают узбекским узбекские частные дома это прям произведение искусства здесь ну дом до дом даже вот кто там пытался что-то построить но не знаю отсюда видно или нет просто коробка без красоты без понтов там без орнаментов узорчик и так далее тут какой-то человейник строят одинаковые дома разве что вот здесь вот они этой плитками выложены а здесь вообще такое ощущение что это ну какой-то там максимально простое здание каких-нибудь там блин за иран ирак то есть построили да и ладно из того что я видел на картинках забор уже под наклонился слегонца ну да ладно сейчас азербайджан одна такая большая стройка максимально пытаются воспользоваться случаем попродавать нефть попродавать по каспийскому коридору в европу и радует что все эти деньги вкладываются внутри страны но по-моему от только баку такой пафосный мне говорили что там буквально ближайший крупный город уезжаешь и пафос тает на глазах ну хотя и баку да я сравниваю с ташкентом проекты здесь конечно супер мега крутые есть но тот же ташкент он прекрасен и в моем гетто где живу еще где-то еще где-то есть как-то так вот как большая стройплощадка все это выглядит так но тут автомобили пешеходам не уступают и я нарушил в таком случае правило вот камера висит рыбий глаз не знаю за пешеходами на следит или меня повяжут за поворотом то пищит что-то где-то пищало вот тут блин вроде натуральные вроде натуральные ну да цветочки сломаются какие-то натуральные растения тоже в юны с цветочками даже не знаю что такое вот здесь беседки выглядят уже такими округлыми узбекистане на было бы квадратный лавочки стильные я так понимаю на этом весь двор вот этой вот дофига этажки заканчивается окей посмотрим что дальше тут есть конечно когда у тебя тут в доме живет 1000 человек и на эту 1000 человек 4 лавочки спальник гетто человейник чем могу еще сказать зато какая входная группа тут цветные какие-то панели они дост дост наверно тоже несколько видео назад был достлик дружба до в ташкенте комплекс из дост не знаном тоже что с дружбой связано здесь вот так нагородили тут короче прямая тут под углом вообще ну и блин ну нет очень уныло выглядит дом а вот те дома вообще мне напоминают гетто в красноярске возле набережной там пашины типа того шлагбаум есть вот здесь прям вот чуть ли не один в один а вот построили чуть-чуть повеселее за счет того что ограждение у балконов стеклянные если приглядеться то видно что балкон и стеклянные то стекла такие грязные никто их не моет а балкон и видимо удобнее быть поэтому они почище без чего у нас здесь у нас электро зарядка чем покажет она что вообще тишина какая-то дин 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 ничего не работает точнее работает или может надо карту приложить вот один час один монат один три часа два монатной парковка с парковкой проблема поэтому люди ставят где угодно лишь бы лишь бы поставить свое корыто пути фонари интересные и урна такая веселенькая вот надо узбекам на заметку дать узбеки любят вот это все вырезать что здесь вырезана она все хреново узбеки вырезали лазером поприкольней вот фонарь такой рифление имеет ну и просто как столбик то есть их классно делать такие фонари было бы классно испании такие ну освещающие все высокие стояли атаки типа с небольшой подсветкой низкий но вот как вот эти столбики ограничивающие так было бы все в стиле есть кто-то себя парковку типа здесь не парковаться тут шипы сделал это при желании можно вот отсюда бочком так заехать короче так себе райончик по крайней мере новостройки абсолютно не радует при этом вот строятся небоскребы вот такой вот царь киоск с короной вот уже какую-то красоту можно увидеть кто не знает а сам хитмат название магазина и этого комплекса волшебного так я надеюсь что я иду туда куда нужно вот здесь зато понты это пешеходный переход надземный он вот с эскалатором и и подземный и надземный камер тут что-то понавтыкали раз два три четыре четыре камеры на одном пятаке еще посередине посреди туннеля такая же но здесь туннель закрыт стеклом но удивительно что в такую жару мне не жарко потому что опять же в красноярске чудаки построили такие же тоннели но сделали его укрыли дешевым поликарбонатом и получилось что получилось получилось задница то есть там в тоннель заходишь если без веника зашел то короче зря сходил в баню вот тут маленький флажочек висит это же и камер 4 камеры вот тут уже вниз работают эскалатор такой хоть и отис такой дешевенький а тут ковер из кафеля постелили из плиточки но не из кафель из мрамора он подросыпался слегка об ступеньки скользкий чуть не расстрелился поехали дальше это насколько я понимаю проспект гейдара алиева короче самый главный проспект в баку это вот этот по моему он даже до аэропорта идет фонари подржавели немножко либо металл стрёмный либо из-за моря вашей версии можете писать в комментарии и конечно сколько тут три полосы плюс еще три на второй дороге в обратную сторону такая же самая история короче от пяти до шести полос в каждую сторону но даже амир тимура не такой шумный в ташкенте ну что на из пешеходные переходы через ну хотя бы там через километр а может быть даже еще и чаще и машины вынуждены останавливаться здесь пофигу красивый газончик и дерево так подстрижено и и немытые стекла непонятно либо немытые стекла это прям боль бакинцев никто уже все махнули рукой никто ничего не моет ну только вот на первых этажах либо это недострой ох ветер надеюсь микрофон поглощает поднявшийся ветер потому что вот первый этаж стекла вымыты 2 прям грязь пыль при том что в самом баку более-менее чисто вот странно дорога идет на возвышение вот там вот видно вдалеке ровно вот эта плиточка была а вот здесь идет под таким подскосом под углом конечно интересная история дорога строения так вот бакинцы кто будет смотреть видосик расскажите что у вас с пылью откуда грязь если везде чисто а окна пыльные явно же не с моря со строек надувают или откуда вот еще один жест патриотизма и дома уже такие прям по цивильней вот такой дом с орнаментами там со всякими балясинами и так далее или балясинами куча-куча-куча флагов на верхних этажах азербайджана причем флаги свежие их либо меняют и стирают те которые загрязнились ну либо материал такой что не нравится проспект написано а номер дома непонятно какой это переулочек там уже совсем скромные дома не такие пафосные на первой линии дом вообще так я и не понял ним кто-то живет или нет штор я не вижу от слова вообще вот вам все окна кому мало может в 4к приблизить но я не вижу вообще ни единой шторины зато вижу кабели от кондиционеров короче либо дом еще строится скорее всего да но флаги висят инициатива строителей столбы фонарные такие прям от души душевно крупные вот заправочка в нефтяной стране бен стоит один монат а премиум это на 95 или стоять мой два моната то есть разница между 92 и премиумом в два раза один монат это центов 60 дешевый бензин хотя центов 60 при текущем курсе рубля наверное все таки такой же как в россии вот тут заправка заморочилась а с петровой заморочилась все часы сделали часы кстати показывают направление ветра ну то есть время они точно не показывают хотя рядышком может быть просто спешат вот знак со странным шрифтом который абсолютно не читается в потоке написан типом шрифта и талика вот здесь то же самое сарин отель тоже курсом написано в чем прикол вот гипербраво это короче гипермаркет насколько понимаю браво это сетка местная мне бы найти банк чтобы поменять деньги на монаты где-то он здесь как раз и должен быть пока не мере он мне показывает что здесь есть банк ну окей пойдем посмотрим тропиночка такая искривленная но судя по чистому газону никто мимо кассы не ходит все ходят по тропинке а ну тут без вариантов везде забор и только здесь есть вход такие соты часть логотипа браво вот а тут прям серьезные гигантские кафельные плиты которые при этом уже подустали видимо их криво как-то положили а здесь территория это кафешечки уличный уличный план пока заходить не буду зайду сам попозже там поднимаются по лестнице возможно там парковка подземная вот гипермаркет хош геомиссис наверное правильно прочитал короче добро пожаловать почти хошки лепсис хошки лепсис хошки лепсис или по-казахски кошки лепсдер вот что это у нас прикольная волнистая такая штука сделана это национальная арена гимнастики национальная арена гимнастики а там идет вообще какая-то история с электро газа нефти короче чем чем-то таким трубы 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 промка промка вот так вот не пойду дальше дошел до сюда будет что-нибудь интересное еще раз сниму ну сам само здание да сам масштаб подразумевает что он такое прям интересное заморочились дизайнеры ну ладно я пошел внутрь короче всем до новых видосиков